Всем привет, меня зовут Паша, на этом канале мы говорим и обсуждаем музыку, и я прямо посреди ночи, сейчас 12 с копейками, сижу и записываю тут видео, потому что тема, лично для меня, важная, срочная и интересная. Наконец-то, наконец-то, после месяцев обещаний, потом вообще пропав куда-то непонятно куда, Ланда Грей начала свою новую эру. Я безумно ждал, что будет дальше, потому что она сейчас активно-активно написывает стихи, причем так активно, что даже выпустила сборник стихов. И у меня не было видоса о лучших альбомах прошлого года, потому что тогда я канал еще не вел, но в прошлом году Норман Факин Роквелл Ланда Грей я назвал абсолютно вне всякой конкуренции лучшим альбомом года с огромнейшим отрывом от всех остальных. На втором месте, кстати, был великолепный, потрясающий Гэри Стайл с альбомом Fine Line. И вот теперь у нас как бы возможность послушать еще какую-то музыку от Ланы, и я очень надеюсь, что она продолжит работать именно в этой стезе, и если я окажусь прав, то я расскажу, почему я так хочу после того, как послушаю эту песню, потому что у меня есть подозрение, что это будет что-то похожее на Норман Роквелл альбом в целом, то есть интересные стихи и очень простой инструментал, и я очень на это, надеюсь, и жду. Песня уже открыта, текст я тоже уже открыл, кто-то уже успел все это сделать и написать, поэтому давайте слушать, я не знаю, может быть, меня заблокирует этот ролик и за песню, но я попробую, если вдруг что, сделаю нарезку, просто перезагружу видос уже в другой день. Вот, поэтому давайте слушать, а потом я скажу, что думаю. Ну, погнали. Боже, я так расстроюсь, если будет опять что-то хип-хопное. Ну, хотя ладно, не очень сильно расстроюсь, я люблю хип-хоп, ну ладно, тоже. Ладно, поехали. Кажется, я угадал. Это то, что... Дам. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Потому что я думаю, что, возможно, некоторые фанаты могут разочароваться такой тактикой, которую выбрала Лана. Но смотрите, Лана с элементами хип-хопа вот из разряда Born to Die, Лана из разряда Ultraviolence. Такой великолепный альбом, очень такой тёмный, но с элементами хип-хопа. Та же Лана на Last for Life. Это вот Лана с таким всё-таки продакшеном рабочего характера, как я бы сказал. То есть над этим работали продюсеры. Они продумывали, как сделать песню так, чтобы она, возможно, заедала, возможно, чтобы её взяли на радио, чтобы её было удобно петь перед зрителями, чтобы зрители откликались на эту песню. Тут же, вот, начиная с альбома Norman Fucking Rockwell, Лана отходит от этой концепции и концентрируется, по сути, только на стихах. То есть для неё главное — это написать саму историю. И тут конкретно, опять же, эта история великолепна. Очень такая... Тут достаточно простой текст, но, опять же, такой вот прям в сердце, с её очень проникновенным лёгким вокалом в конце. Опять же, эти высокие прекрасные ноты звучат просто потрясающе. И инструментал. Я не знаю, надо погуглить кто, но я уверена 99%, что его делал Джек Антонов, потому что его руку я всегда услышу. И это то, что мне нравится — концентрация на том, чтобы создать хорошую, интересную композицию. Не песню для чартов, не песню для радио, не песню, которую заценит каждая, а песню, которую вот надо прочувствовать, которую нужно послушать много раз, разобраться в смысле, соединить какие-то эмоции и всё это сложить воедино. Опять же, с простым лёгким инструменталом, таким пианимным, фортепианным, как это там называется, Джек Антонфо, звучит великолепно. Точно так же, как он делал большую часть альбома Norman Fucking Rockwell. И тут у меня абсолютно никаких претензий к песне нет, она потрясающе красивая. Я бы, наверное, вот сейчас сходу и поставил что-то в районе там 9-10. Я понимаю, что альбом тоже будет, скорее всего, в таком стиле, и это великолепно. Пусть Лана потеряет продажи, но пусть делает такую музыку, потому что вот именно такая музыка, она всё-таки уже больше интеллектуальная и ближе к названию того, чтобы называться произведением искусства. Я не могу сказать, что прошлые альбомы Ланы плохие, они великолепные. Фактически все я обожаю до глубины души, в каждом есть песни, которые просто взрывают мой мозг. Но вот Norman Fucking Rockwell — это лучший альбом Ланы абсолютно, и один из лучших альбомов, который я слушал в своей жизни по наполняемости, по текстам. И я думаю, что она хочет продолжить всё такое, скажем так, восприятие себя, показывать себя в таком ключе, и этому нельзя не радоваться. Если вдруг кто-то посмотрел этот видос, пожалуйста, напишите, как вам новая композиция Лана Дель Рей. Ссылочку на Spotify я обязательно оставлю внизу, я стараюсь всегда на музыку оставлять ссылки. Да, я думаю, если кто-то тут заинтересованный попал по поиску, то вы уже явно послушали песню, поэтому напишите, как вам, мне будет очень интересно почитать. А у меня на этом всё, пойду монтировать и спать. Всем спасибо за просмотр, всем пока!